Вот, самурайчик у нас сегодня плавает, плавает на расслабление, занимается с ним наш инструктор Кира. Очень хороший инструктор, собачки ее очень любят, спокойно с ней себя ведут. Самурай у нас, у него программа сейчас на расслабление, мы активно его расслабляем, потому что мышцы, чтобы развиться, сначала должны быть расслабленными. Ну и бассейн чем хорош? Тем, что он одновременно может и расслаблять, и тренировать мышцы. Поэтому самурайчик наш занимается. Кстати, он очень спокойно относится к воде, без всяких истерик. В общем-то, вода ему понравилась. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите продолжение в следующей части. Что я делаю в этом упражнении? Это упражнение. Я уйду этого ваку. Вдевать колено. Чтобы надо присаживаться. Чтобы у него вот эти затяжки. Чтобы суставы выключались. И чтобы у него работало колено, ведро. И по мышцам. Колено. И чтобы вы получились в пояснице. Спиной. Си-и. А не только это. Си-и. Си-и. Да. Да? Мам. Мам. Сперва. Мам. 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 Всем привет. Мы сегодня выезжаем в Казань. Вот идем. Садимся в машину. Нас там провожает куча народу. Так что скоро мы будем в Казань. Конечно, хотели выехать в девять. Но, как обычно, выехали позже. Вот у нас целая куча народу. Миша воспитывает щенка. Миша! Дай я сниму. Какое у нас количество. Миша. В таком составе. Самурайчик. Каждый в своих апартаментах. Вот такая вот малявочка тут. С нами поедет. Рубита. Все. Мы поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Люблю дорогу. Люблю трассу. Люблю ехать за рулем. Люблю дальний путь. Поэтому собаки для меня это еще способ путешествовать. Люблю находиться со своими ребятами. Люблю друзей. Хороший разговор. В общем, люблю путешествовать. Сегодня мы не одни. Сегодня с нами друзья Светлана и Маруся. Они будут тоже помогать мне снимать видео про наше путешествие. Так что у нас целая большая компания. Ну что ж. До скорых встреч. Мы в Казани. Вот чего не хватало самурая. Самураю не хватало. Личного дивана. Самурай. Личного дивана не хватало. Самураю. Самурай в халатике. Да? Все стоишь. Недвижимость. Самурай. Калатику надо привыкать. Да, Сэмик? Сэм. Да. Да. После спа. После спа. Будем сушиться. Сейчас вот у нас здесь. Практически грум салон. Чем заняться собачнику перед выставкой? Конечно же. Не погулять по ночному городу, а помыть собачек. Ну вот. Дорогие друзья. Я с вами. Мы зарегистрировались. Подписчица Олега Сергеевича нам помогла. Спасибо ей большое. Она просила ее не снимать на камеру. Ну ничего. Привычка к популярности дела времени. Вот. Ну а так мы вот будем на этом ринге. Это наш судья. Сейчас будем здесь выставляться. Вот это выставка. У нас РКФ с особым статусом. Чемпион РКФ и Чемпион Федерации. Мы сюда приехали на нее выставляться. Здесь у нас выставляется самурайчик. Никуся. Ханечка. Рубичка. Вот. Сначала на одной выставке две собаки. Потом на другой три. В общем, будем вести вам репортаж. Пожелайте нам сегодня удачи. Ну, путь. Вот. Ну а так. Выставка хорошая. Чуть-чуть помельче, чем в Липецке. Но тоже достаточно крупная. Все, друзья. Я буду с вами. До новых встреч. Очень. Вот такие у нас сейчас погодные условия. Хорошо, что мы с палаткой и с зонтиками и с этим дождевиком, который мы его еще не использовали. Он еще сухой. Да. И нам как-то надо собраться и поплыть потихонечку домой, пока нас тут совсем не смыло. Вот. Так что до новых встреч, друзья. Ну вот. Мы зашли в теплую Мегу, рядом с которой у нас проходит выставка, чтобы спокойно отчитаться о первом ринге. На первом ринге холодно на улице, дождливо, дипломы намокнут, поэтому в сухой обстановочке. В общем, на первом ринге у нас Люк в конкуренции занял второе место следом за чемпионом, поэтому его резерв ЦАЦ является ЦАЦ. Мы сделали еще один шаг к чемпиону России. Ждем теперь выставки с особым статусом, с нетерпением. Судья дал хорошее описание. В общем-то, все у нас хорошо. И в этот раз он даже выставлялся темпераментно. Посмотрим, удалось ли кого-то нам снять, тоже мы это все покажем. В общем, сегодня я самураем абсолютно довольна. Мы были молодцы. Ну, шерсть, шерсть нарастет. На этой выставке самурай взял ЦАЦ. Ему отдали ЦАЦ, дали оценку отлично, чемпион федерации. Получил очень хорошее описание судьи, но так как он был все-таки еще не в форме, и мы продолжаем его приводить в эту форму, то, собственно, ожидать что-то довольно было сложно. Вот, большее. Поэтому мы молодцы. Я очень довольна самураем. Он работал, он бегал, он не сопротивлялся. Он хотел вкусняшку. Он красиво стоял, он все выполнял. В общем, я очень довольна самураем. Вот, у нас с ним наконец-то появилось взаимопонимание. Видимо, он ко мне привык. Ну и будем, значит, продолжать дальше получать необходимые титулы для того, чтобы закрыть чемпиона России. Он уже закрыл чемпиона РКФ. У него достаточное количество сертификатов для этого. Значит, дальше будем закрывать чемпиона России. Осталось нам один сад получить. Мы в Казанском метро. Вот так вот мы скрутились. Вот здесь есть вот такие вот входы-переходы. Вообще всегда очень интересно посмотреть, какие метро и вообще как живут в других городах люди. Сейчас могу сказать, мы ехали на троллейбусе. Вернее, на трамвае. Да, на общественном транспорте мы ехали. И там оплата по картам. Совершенно спокойно. Так же, как в Москве. Вообще нет никаких проблем с коммуникацией. Вот. Вот такие вот электронные табло у них в метро. Десят в Казани. В общем, будем осваивать Казанское метро. Сейчас мы купим кофейку. Какая красивая штучка. Это, наверное, националь номер пять. Никому не надо. Номер пять. Гуччи. Красота. Вот. Так вот, сейчас пойдем кофейку выпьем. И, Свет, будешь кофе? И поедем дальше. Офигительно красивая станция. Просто красота. Вот смотрите, какая мозаика на стене. Офигеть. Очень красиво. Очень красиво. Какой тракон восточный. Восточный. Вот. Вся в мозаике. Вот, в принципе, все станции в Казанском метро. Глубокие, длинные, большие. В общем, самые настоящие. Эскалаторы. В общем, самое настоящее метро. А не то какой-то перегон трамвайный. И двух-трех вагончиков. Как многих городах, в том числе и Европы. Здесь все по-серьезному сделано. Целинные, красивые метро. Да. Вот смотрите. Красно. Да. Казанский Кремль. Мы правильно идем. Так что следующая съемка будет из Кремля. Вот. Вот это вот мы вышли. Станция Кремлевская. Кремль. А вон сам Кремль. Красота. Офигеть. Это Казань. Вид на Казань классный. Здорово. Ну что ж. Пойдем посмотрим. Мы идем в Кремль. На самом деле очень все красиво. Монументально. Аккуратно. Ухоженно. Чисто. Очень нам тут нравится. Я в Казани на самом деле третий раз. Кроме выставок ничего больше здесь не видела. А вот теперь наконец-то мы хоть походим и посмотрим. Ну и поснимаем друзья для вас немножко. Мы взяли вот такие вот штуки. Вот. И сходим слушаем экскурсию по Кремлю. Ну на самом деле я могу вам сказать. Вообще все удобненько. Вообще мне нравится цивилизация наша. Очень хорошо, удобно и чисто. Мы ходим, получаем удовольствие. Слушаем экскурсию. Снимаем. Не знаю. Вообще все хорошо. Вообще здесь очень красиво. Вот. Очень красиво. Вид вообще шикарный. Смотрите как хорошо все. В общем мы в восторге. Нам очень нравится здесь. Вот. Казанский Кремль. Это Спасская башня. Вторая половина 16 века. Сейчас. Вот здесь вот где у нас была мечеть. Прямо перед нами. Вот мечеть. И значит после. Это вот как раз площадь где старые стены Кремля. вот здесь в таком восточном стиле. Да. В татарском. Кузница. Всяческие разные сувениры. И очень интересно. Вот мы идем. Проходим. Как бы. На другую часть. Кремля. Казанского. Прямо вот. Ровно. На другую часть. На другую его половину. И мы такие заходим. Совсем. В другую его часть. Здесь даже. По другому. Воздух. И по другому. Воздух. Ветер дует. И вот. Православная церковь. Православный храм. Рядом с мусульманской башней. Все здесь рядом. Вот мы ходим. Со Светланой. С моей подругой. Сюнбеке. Как? Как? Сюнбеке. Сюнбеке. Угу. Сюнбеке. Угу. И удивляемся. Что как две религии. Две культуры. Мирно. Сосуществуют. Уже столько веков. На одной очень небольшой площади. И все дружат. Счастливы. Радуются друг другу. Дружат друг с другом. Мира друг другу желают. Счастья друг другу желают. Мирно живут. И развиваются. Все красиво у них. Правильно. И люди. С которыми мы здесь разговаривали. Не важно какого вероисповедания. Мусульмане. Православные. Радуются тому. Что мирно сосуществуют. И гордятся этим. Вот я считаю. Что так и надо жить. Вот. Мы на этой площади. Тут очень все по восточному. На самом деле. Колоритно. Приятно. Такие всякие разные интересные штуки. Костюмы. Там сказали нельзя снимать. Мы не снимаем. Вот. Здесь кафе. Можно попить кофе. Есть круассан. Какой-то сундук. Что за сундук такой? Просто сундук. Интересно. Он открывается? Свет. Попробуй. Он открывается. А я снимаю. Открывается. Нет. Не открывается. Не удалось. Не удалось. Вот так. И на замочке. Ну прием. Ну в общем. Короче. Чтобы все такие как мы его не открывали. Да. А то все такие будут открывать. Скоро крышку. Скоро. Скоро крышку оторвут просто. Если все будут его открывать. Ладно. Мы идем дальше. Красивая мечать. Вот с другой стороны. Начать. Вот мы тут прошлись по торговым рядам. Очень интересно. Куклы красивые. Ух ты. Очень колоритно. Здорово. Люблю ходить по торговым рядам. Потому что в таких местах всегда можно посмотреть культуру. Что есть традиционного. Ну в городе например. В данной местности. В стране. Потому что. Тот кто изготавливает. Обычно это всегда. Ручная работа. Вкладывается. Культура. Тому место. Где мастер живет. Это всегда очень интересно. И сувенирчики. Они даже могут быть какие то маленькие. Но служат памятью. А то вместе. Где то когда то бывал. Если что то ляжет на душу. Я обязательно себя куплю. Поэтому ходим. Смотрим. Смотрите как трогательно. На площади. Рисунки детские. Ну как детские. Не совсем детские. 16 лет. 13 лет. Детские рисунки. Смотрите. Вообще здорово. Как дети видят. Свою самую главную площадь. В городе. Это великолепно. Очень мне нравится. Ой. Смотрите как классно. Вот этот рисунок. Иванова Элина. 12 лет. Очень здорово. Коровина Анна Александра за 14 лет. Здорово. Прям здорово. Продолжаем наш репортаж. Вот мы. Как раз. Снимаем. Вот. Здесь храм. Розы. Очень красиво. Такие клумбы здесь. Очень красиво. А. Это 2024 год. Понятно. Все красиво. Вид на город. Город. Вообще Казань. Очень большой город. Я даже не думала, что это такой большой город. Еще раз повторюсь. Мне здесь очень нравится. Так. Всем привет. Время 20.39. И мы возвращаемся с выставки замечательного города Казань. Все проходили выставки РКФ. Как он там. Серебряный Ирбис. Выставка с особым статусом. Мы конечно же. К сожалению. На Серебряного Ирбиса мы претендовать не смогли. Но и если честно. Там пошел такой сильный дождь. Мы промокли насквозь. И вынуждены были просто катастрофически быстро эвакуироваться. Чтобы нас не смыло с этой выставки. Вот. Поэтому наверное все что не делается все к лучшему. Вот на такой оптимистической ноте мы дали Деру с Казани в Москву. И уже радостно полтора часа едем в дороге по Платке. Дорога очень хорошая. Прекрасная. Идет дождь. Но так как дорога освещена, нам вполне себе удобно ехать. Да. Так. Так Светлана. Да. Знаете я вообще-то попутчица ваша. И мне вообще хочется знать. Я пробыла с вами весь день. И мне интересно. Меня один. Меня один здесь, заметьте. Не один. Да. Мне интересно Светлана. Вот. Зачем вы вообще ездите на эти выставки в другие города. Видите. Для нормального человека это в принципе ну как бы ненормально. Тратить силы, деньги, время. Вот. Смысл в этом все. Что в Москве не хватает выставок или ну вообще зачем ходить. Вы просто даже ходите на выставки. Для чего? Ну во первых. Начнем с того. Вот некоторые лазают в горы например. А я вот с теми спрашиваю. Зачем вы туда лезете. Чего там надо. Это же опасно. Разобьетесь же. Вот я так и шутила. Ух. А вообще ну как сказать. Я профессионал своего дела. Это моя профессиональная деятельность. А выставка это то же самое место для общения заводчиков, профессионалов, общения с судьями, общения с гендлерами, общения как бы с людьми которые интересуются собаками, которые приходят и спрашивают о том, о сем, о собаках. Вот у нас сегодня кстати очень много спрашивало людей. На самом деле я очень была рада и довольна тому, что огромное количество простых людей приходило и спрашивали про породу, про щенков, про то как их поращивать, а какие они и так далее и тому подобное. Это на самом деле здорово и приятно. Ну представьте себе. Вот никто же не задается вопросом. почему ходят на выставки экспо-центр и выставляют там, я не знаю, свою там, я не знаю, результаты своей работы. Да. И у кого же, собственно, не возникает такого вопроса. А почему? Или там, например, выставка меда. Там все дегустируют мед и выбирают лучший. И как бы кто-то радуется. Или вот выставка вина, например. Происходит дегустация вина. Дальше получают там медали за это вино. И потом это вино там продается за какие-то совершенно бешеные деньги такого-то урожая, сорта. И виноделы этим гордятся. Ну как бы нормально же, да? Ну как бы это... Это подтверждение их профессионализма, ведь правильно. Ну так, а почему я не могу гордиться плодами своего многолетнего труда в селекции собак, пород и сибыину и не участвовать в выставках, показывая результаты и плоды этого труда. Собственно, этим я и занимаюсь. Ну это как, это первое. А дальше, второе. Второе. Что для меня вообще по выставке? Я люблю путешествовать. И как бы для меня это, ну, способ смены обстановки. Ну, во-первых, это какая-то некая тренировка себя, своего характера, своего состояния, в котором я пребываю. И в котором я чему-то учусь. Я учусь не расстраиваться из-за проигрыша. Я учусь общаться со всеми вежливо. Я учусь желать людям добро, не ставить под ножки. Понимаете, эти вещи все, на самом деле, они познаются, ну, как бы, если это все делать. Потому что, когда ты проигрываешь, тебе обидно. Когда ты там... Ну, то есть это такая тренировка, самодисциплина и так далее. Потом это подготовка к выставкам, это груминг, это какая-то другая профессиональная деятельность. То есть, понятное дело, если ты этого не любишь, ты этим заниматься не будешь. Но это же... Я же профессионал, и я люблю то дело, которым я занимаюсь. И поэтому я профессионально этим и занимаюсь, и с любовью. И мне это все нравится. Поэтому выставка для меня это способ научения, это способ себя продвижения, это способ отдачивания своего профессионализма, своих профессиональных качеств, как заводчика, и как человека в том числе. Ну, и как бы реализация моего стремления к путешествиям. Я люблю поставать новое, я люблю знакомиться с новыми людьми, смотреть новые места, изучать историю. Мне это все нравится. И я рада, что собаки явились стимулом к тому, чтобы реализовывать себя во всех этих вещах. Поэтому второе. И третье. Что это может быть для собак? Ну, питомник, это такая... Такой мир, на самом деле, достаточно закрытый от других людей. Собаки в нем живут, когда питомник крупный, большой, собак в питомнике много, то собаки начинают дичать в буквальном смысле слова. Меня там видно, да? Сейчас. Вот, вот так хорошо. Да. Значит, собаки начинают дичать в буквальном смысле слова. И, значит, как бы для них лишний момент для того, чтобы вырваться из той же рутины и поехать со мной на выставку, это способ общения со мной, это способ проверки их качеств. Как племенного производителя, в том числе, чтобы обратить внимание, как, например, могут вести их дети. Что когда у меня будут щенки, люди, которые хотят взять у меня щенка, будут спрашивать про то, каков может быть этот щенок. А поведенческие особенности, конечно же, передаются по наследству. Я могла бы людям рассказать про тех собак, которые являются у меня производителями. И для них это тоже тренировка, для них это тоже какая-то умственная деятельность, которая делает их более интеллектуальными, которая делает их более заинтересованными в жизни. Ну и, конечно же, от меня зависит, как я воспитаю и выращу свою собаку, чтобы им этот процесс нравился. И для меня это тоже уже профессиональная составляющая, как кинолога. Потому что, когда я занимаюсь со своими собаками, я смотрю и реализовываю их возможности и свои потребности. Я нахожу варианты, как ключики подбираю к ним, как можно воспитывать собаку. И таким образом, люди, которые ко мне обращаются за помощью, как воспитать свою собаку, я могу им рассказать и показать многие вещи. А, собственно, как я могу этому научиться, кроме как испытав себя вот в таких разных и даже экстремальных условиях. Да. Вот экстремальные, да. Это очень часто бывает в разных местах, на разных выставках. Да. Вот. Вот такой развернутый ответ. А еще такой момент, Светлана. А вот для самих собак они как-то понимают, что они приходят на выставку. Можно это ассоциировать как выход в свет для них? Ну, это вот как раз я сказала о том, что, да, когда ты сидишь в четырех стенах, ты глупеешь. Ну, наверное, каждый, ну, как бы, испытывал это на себе, да. Даже люди впадают в депрессию, когда находятся постоянно в одной и той же ситуации, не выходя из нее. Потому что наша нервная система, она не только у человека, она у животных тоже так устроена. Она развивается и функционирует только тогда, когда есть смена картинки перед глазами. И таким образом нейроны начинают улучшать свои связи, выделяются новые клетки, регенерируют, даже восстанавливаются нервные системы. Я уже как физиотерапевт могу сказать, что проведены на самом деле огромные исследования, что самые лучшие результаты восстановления нервной системы и влечения нервоптологических нервных и даже проблем с опорно-отвигательным аппаратом болезней, да, происходит именно во время смены картинки. То есть, именно смена местоположения и картинки очень часто оказывает решающую роль в любом реабилитационном процессе. А уже давно учеными доказано, что самая лучшая профилактика деменции это путешествие. Поэтому пожилым людям вообще рекомендуется путешествовать. Понятно, чтобы выходить из четырех стен. Конечно, ну а собаки, собственно, чем они от нас отличаются? То же самое, ведь собака в природе, ну как в природе, мы сейчас говорим, конечно, не про собаку, а про хищника, да, при этом собаке волка. Я все время апеллирую этому по всему, ну потому что в любом случае мы, наши братья меньшие, они, собственно, родственники этого хищника, да, и когда-то где-то в каких-то ближе или дальше кровях имеют этих родственников у себя, да. Поэтому, как бы, они же тоже не сидят все время в логове, да. Если болт будет все время сидеть в логове, он, ну, просто, условно, умрет от болта, например, да. В любом случае ему придется бегать по лесу, что-то искать, искать, охотиться и так далее. Картин будет гнать его к тому, чтобы он постоянно придумывал, как ему выживать. Соответственно, для наших братьев меньших, да, картинка тоже так же должна меняться, потому что будет их точно так же развивать, их нервную систему и их, ну, как бы, ну, мыслительные способности, нет мыслительных способностей, ну, как бы развивать их нервную систему и стимулировать к развитию, к эволюции, да. Что влияет, наверное, на поведение. Конечно, и, ну, естественно, будет влиять на поведение, и на пищеварение, на здоровье, на все на это. Это будет влиять, естественно, и, конечно, животное будет становиться здоровее, лучше и так далее. Ну, а уж стрессовое это будет путешествие или не стрессовое, от этого зависит, конечно же, это, вернее, зависит от человека, который возит животное с собой, который должен приложить усилия для того, чтобы животному было гармонично вместе с ним путешествовать и, ну, как бы, вообще цель жизни, да, жить в гармонии. Да. Вот так. А вот у меня еще один такой вопрос возник. А вот если владелец берет собаку и хочет с ней ходить по выставкам, вот как ему лучше быть? Научиться выставлять собаку в ринге или все-таки это положиться на профессионалов, на хендеров? Или все-таки, вот для меня лично, мне самой интересно в ринг выходить. Я в этом чувствую и азарт, и мне интересно. И у меня это еще один, то есть, бонус и смысл в этих выставках. А как ваше мнение по поводу владельцев? Мое мнение по поводу владельцев, слушайте, это на вкус и цвет. Знаете, есть люди, которые любят играть в компьютерные игры, а есть люди, которые сами садятся в танк и, собственно, едут в этом танке. А кто-то любит играть в компьютерные игры. Это, ну, как бы, личное дело каждого насчет. Это кому как и нравится. Ну, потому что любая деятельность, которой мы с вами занимаемся, занимаемся, я опять сейчас углублюсь в физиологию, так, я люблю в нее погружаться. Любая деятельность, которой мы с вами занимаемся, она связана с выделением определенного рода гормонов различных, которые один покрепляет другой, на фоне одного гормона выделяют другие гормоны. Все эти гормоны регулируют нашу деятельность. Разные цепочки этих гормонов, они стимулируют нас к определенному роду и виду деятельности. Поэтому, как бы, вот это и есть, что нам нравится, да? Кому-то нравится смотреть на свою собаку, как ее красиво, профессионально восстанавливает хендер. Ну, то есть, условно говоря, нравится картинка, да? Ну, то есть, и он от этого получает достаточный адреналин, да? И переживает, выиграет, не выиграет собачка. Но, как бы, у него есть, например, такой момент. Ну, от меня это не зависит, да? Вот не выиграла собачка, ну, я тут не виновата. Не виновата. Ну, например, как один из факторов, да? Да. А когда хозяин сам берет свою собаку и идет в ринг, да? Тут, как бы, полностью ответственность за результат этого процесса лежит на хозяинах. Ну, то есть, и этот человек должен понять, что, ну, как бы, он виноват в том, что, как виноват, он проиграл, он выиграл, да, как бы, да, справится со своими минотаврами в душе, которые принесут ему радость или горе, да, от его, там, победы или поражения. И, собственно, каждый вот с этими вот вещами занимается сам, да? Это работа внутренняя каждого человека. Кому-то надо с этим работать, кому-то не надо с этим работать. Если человеку не надо с этим работать, он наймет профессионала и будет наблюдать эту красивую картинку. А если человеку надо с этим работать, с собой, да, со своим внутренним состоянием, он сам начнет в этом процессе участвовать, научится и пойдет в ринг. Ну, как бы, в зависимости от того, как он будет себя чувствовать и что он будет хотеть. Ну, как к всему, наверное, человек, ну, как, ищет в себе какие-то склонности и дальше состояние нравится, не нравится, действует. Ну, есть, конечно, момент профессиональной деятельности, да, опять же, да, то есть мы с вами говорим про любителей, да, мы с вами говорим про тех, кто, ну, просто занимается этим, ну, как бы провести досуг, да, какой-то. А если мы с вами говорим про профессионализм, то там совсем другая история, более сложная, потому что, скажем так, когда заводчик сам выходит в ринг, и на самом деле, например, вот за границей на крупные выставки, знаковые выставки, вот социфы, да, то, что у нас сейчас особый статус, заводчики, если они, ну, как бы в состоянии двигаться, да, сами выходят в ринг и выставляют своих собак. И в этом есть соль, потому что заводчик, как бы презентует сам свою работу, он ее показывает, ну, то есть он ею гордится, да, он ею доволен и показывает ее, как бы выносит на суд, как бы, ну, как бы профессионал-судьи, вот. И, ну, и опять же, на суд зрителей, которые наблюдают за рингом, да, это некая гордость, да, заводчика. Поэтому, как бы, я, например, считаю, что в целом, наверное, заводчики должны сами показывать свою работу своих собак, потому что, как бы, это их работа. То, что им приходится соревноваться в ринге с молодыми, красивыми, профессиональными девчонками, которые, ну, как бы, только этим и занимаются и воспитывают собак таким образом, чтобы была общая красивая картинка, на самом деле, это очень эстетично, очень красиво. И я, ну, я тоже не против этого, я это поддерживаю. И если это так показывается и презентуется, наверное, это хорошо, потому что это имеет, ну, свою какую-то эстетическую ценность. Почему нет? Ну, как бы, и то, и другое имеет место быть. Каждый просто решает для себя, что он хочет. Поэтому каждый заводчик может, собственно, нанять себе такого хендлера, договориться, пожалуйста, пусть будет красивая картинка. Ну, как бы, почему нет, очень хорошо. Но, как бы, мое мнение такое, вот меня, как заводчика, да, я имею гордость вывести свою работу и показать ее судье, да, и я считаю, что если я вывожу собаку на презентацию для судьи, да, то я подчеркиваю, что это моя работа, и я, ну, так работаю, ну, как бы, меня там в нашей породном мире знают, как заводчика породы Сибуину, что я этим профессионально занимаюсь, поэтому ни у кого не возникает никаких вопросов, тогда я показываю своих собак. Ну, и дальше, как бы, это уже моя работа, да, то, что я могу и показать, и презентовать, и заниматься с этими собаками. И это показатель, ну, как способности моих собак, да, тем, что я занимаюсь селец, я их понимаю. Ну, то есть я много, что, как бы, транслирую, да, тем, что я показываю, как заводчик своих собак. Поэтому, ну, как бы, я, например, всегда бы поддержала заводчика в этом, потому что это важно, чтобы заводчик сам презентовал свою работу. Понятно. А можно свет включить? Спасибо. А давно мы уже едем без света? Ну, в последнюю минуту, наверное, точно. Ну, вот. Надеюсь, меня было слышно хотя бы? Слышно. Было слышно. А видно не очень, да? Да. Я поэтому не перебивала, потому что очень хорошо все звучало. Да, вот так. Надеюсь, слушателям и зрителям будет интересно нас послушать, а не только посмотреть. Это точно. Тем более мы едем из Казани, провели его незабываемый день, и просто, ну, и даже он дождь нам не испортил настроение. Нет, не испортил. Вот, наоборот. Какой-то прям остроты добавил, да? Да. Прям такой прям. Да. Спасибо большое, Светлана. Пожалуйста. За ваше разъяснение. Очень было интересно. Я очень рада. Тем более, что нам еще предстоит вся ночь за рулем. В лишний раз бодриться никогда не лишний. Точно. Я мог бы выпить море. Я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною в аду, вечно молодым, вечно пьяным, вечно молодым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...